Итак, обстановка. Обстановка более-менее стабилизировалась. За прошедшие сутки никаких резких активизаций или движений не было, за исключением вчерашнего ракетного удара по территории Украины. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. Очень сильно активизировалась российская авиация на линии фронта. И 18 из них с использованием беспилотников типа Шахет-136. Все дроны Камикадзе сбиты. То есть здесь мы, кстати, уже не пасем задних и не считаем убытки от дронов, а мы их практически сбиваем все. Как при во время ракетного удара в 24 дрона все были сбиты, так и 18 дронов за прошедшие сутки. Также было совершено 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также 70 пусков ракет, это включая те ракеты, которые... Вчера была цифра 55, это те, которые были выпущены в глубине территории Украины. Те, которые нам огласил Генеральный штаб. Ну и о них же эти данные были на страничке главнокомандующего вооруженных сил. 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты. Высокая остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Подразделения сил обороны за прошедшие сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невская, Краснопоповка, Луганской области, Верхнекаменская, Бахмут, Водяная, Невельская, Марьенко и Углидар в Донецкой области. Так они продолжают. Луганская и Донецкая область продолжают оставаться самыми горячими точками на всей линии фронта от Харькова до Херсона. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. Наступательных группировок противника мы не наблюдаем. Тем не менее, идет совместная учеба, под видом которой Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Белоруссии. Да, учения, кстати, продолжаются. Летно-тактические учения совместно белорусско-российские. Самолеты постоянно взлетают. Мы вынуждены объявлять сигналы воздушной тревоги. И всех просим на это время, всех просят уйти в соответствующее укрытие бомбоубежища. Артиллерийские обстрелы подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областях. То есть на Северском и Слобожанском направлениях обстрелы продолжаются. И провокации со стороны Российской Федерации продолжаются. На Сватовском направлении, это Купенское-Лиманское, там без изменений ситуация. Продолжаются оппозиционные бои в районе Новоселовского, Площанки, Краснопоповки и в лесах в районе Кременной. Что касается Кременной, то здесь, ну это неофициально, есть некоторые сведения о том, что мы продолжаем захватывать лесопосадки, лесополость, там лесистая местность в районе Кременной. Мы продолжаем продвигаться, уверенно продвигаться в направлении самой Кременной. На Бахмутском направлении ситуация в районе Красной горы очень сложная, но пока наши войска держат оборону, продвижение российских войск за последние сутки не зафиксировано в районе Красной горы. Также в самом Бахмуте тоже продвижение никаких не зафиксировано, за последние сутки фронт стабилен. Мы ведем оборонительные бои, противник продолжает атаковать наши позиции, но безуспешно. В Белогоровке, это Донецкой области, та Белогоровка, которая в Донецкой области, российские войска заняли лес в районе населенного пункта. Это единственное продвижение на Бахмутском направлении. В окрестностях Клещевки ситуация сложная, противник постепенно продолжает продвигаться в направлении трассы, по которой на сегодняшний день снабжается город Бахмут. Но за прошедшие сутки продвижение противника не отмечено. Просто есть тенденция того, что они там пытаются вклиниться, как можно глубже пытаются вклиниться в нашу оборону. Если вы посмотрите на карту Дипстейта, вы увидите там это вклинение и его очень четко видно. На Авдеевском направлении ситуация тоже без изменений. Как я сказал, эти сутки прошли более-менее стабильно и силам обороны Украины частично удалось стабилизировать линию фронта. Так вот, ситуация в Углидаре сложная, однако вооруженные силы Украины держат оборону и не допускают врага в город. То есть, Углидар полностью находится под нашим контролем. Наши оборонительные рубежи проходят за городской чертой Углидара. И любая информация со стороны российской пропаганды о том, что все идет зачистка Углидара, мы все захватили, нет. Наоборот, скажу, что вот эта Тихоокеанская морская пехота несет очень серьезные потери, санитарные потери. Во время атак на населенный пункт Углидар. Мы наносим довольно серьезное огневое поражение российским регулярным частям. Тем более, это считается самой боеспособной частью морской пехоты и воздушно-десантные войска. На запорожском направлении ситуация тоже не изменилась. Продолжаются обстрелы правого берега. Российская артиллерия ведет обстрелы. Пехота пытается искать слабые места в нашей обороне. То есть диверсионно-разведенные группы пытаются проникать. Но мы отвечаем огнем и, в принципе, нигде противник успеха не имел. Понес потери и везде остался на исходных рубежах. Наша артиллерия ведет ответный огонь, контрбатарейную борьбу с противником вдоль всей линии боевого соприкосновения на этом направлении. Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Подразделения ракетных войск и артиллерий Силы обороны Украины поразили 4 пункта управления. Район сосредоточения живой силы и техники противника. 2 района сосредоточения артиллерии. Склад боеприпасов. И 2 других важных вражеских объекта. Вот такая вот ситуация. В акватории Черного моря ситуация по носителям ракет Калибр не изменилась. То есть их также находится в количестве 3-х носителей в акватории моря. И залп составляет до 24 ракет. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всей линии фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова